Иммунная система – сложный механизм. Он чутко реагирует на мельчайшие изменения внешней среды. Снизить защитные силы организма может и дефицит витаминов, стресс и хроническое недосыпание. Способов, как повысить иммунитет, есть немало. Рязанцы поделились некоторыми из них. Занимаюсь спортом. Не пью, не курю. Так и укрепляю иммунитет. Витамины пью, овощи, фрукты, орехи. Гуляем много. Чай пьем, конечно. Зарядку делаем каждое утро. Поливитаминный комплекс. Добавляю аскорбинки. Они как я от рождения здоровые. Спасибо маме и папе. Конечно, чтобы быть здоровым, надо начать с образа жизни. Больше двигаться, гулять на свежем воздухе и стараться хорошо высыпаться. Также помогают укрепить иммунитет цитрусовые лимоны, мандарины, апельсины, белковая пища, мясо и рыба, а также молочные продукты. Витамин Д, железо, витамины А, С, Е и целый ряд других, безусловно, они участники иммунных процессов в организме. И их дефицит негативно сказывается на состоянии иммунитета. Но это вопрос к питанию. Питание должно быть полноценное. Хорошее лекарство для иммунитета стало неким фетишем для тех, кто хоть как-то заботится о собственном здоровье. Однако иммуномодуляторы навряд ли помогут сохранить запас сил и энергии и повысить иммунитет. Но тот, кто думает, что можно повысить иммунитет таблетками, глубоко ошибается. К сожалению, панацеи золотой таблетки, которая бы создала человеку необходимый уровень иммунной защиты, не существует. И, между прочим, иммунологи, они относятся к специалистам, которые реже всего назначают иммуностимулирующие препараты. Несмотря на то, что эффективность работы иммунной системы наполовину зависит от наследственных факторов, вторая половина целиком в наших руках.